Что мы предлагаем? Университет национально-технологическом институте Баскептостана, не конкретного вуза, а именно региона. Он является основным элементом региональной обеспеченно-технологической инициативы, в которую заявку на региональный фонд СНТ мы подавали, в том числе один из базовых элементов, которые мы предлагаем сделать. Команда – 8 основных инициативных человек, представляющих как бизнес, так и образовательные организации региона. Семь человек у нас есть сейчас в республике, это модераторы ОСИ, в том числе и МТИ. Вот, что мы говорим, что работа на базах, хватит по свободе, хватит дальше. И представители РАИК, Министерства промышленности и комиссии продвития. И по мере того, как мы в прошлом году запустили Башкептостан в технологическую инициативу, как общественное движение, порядка 50 активных человек есть, которые представляют, нашли все оборудователи МТИ, за исключением Марины. Никакой базы у нас нет, в том числе и в том числе и в том числе. Также инфраструктура, на сегодняшний момент существующая, вы сами удивились, когда Старик сейчас ее собирает, отказалась, что в прошлом году было порядка миллиардов рублей потрачено на республике, на индустриальную инфраструктуру. Это центры прототипирования, инженерные, центры СМИТы, индустриальные парки. В целом они не заточены непосредственно под МТИ, это следует, как бы, элемент реалмерческой обработки, но в целом инфраструктура достаточно неплохая, которую мы можем использовать. Более 400 единиц уникального оборудования есть и как бы в определенной степени во многом простаивает и до конца еще используется. Остальные субъекты, ВУЗы, к сожалению, нужно понимать, что ВУЗы скованы требованиями и инструкциями, и работают в рамках требований инфраструктуры образования, далеко не все готовы к работе в новых государствах. Есть один опорный ВУЗ, экспедиционный университет, который получил этот статус, и который в данном случае является главным организатором всего подхода. Так вот, если сокращать, у нас все субъекты, а что такое МТИ в Казахстане? Это не конкретный ВУЗ, это не конкретный объединенный какой-то ВУЗ, это некая средневая динамическая структура, которая состоит из таких субъектов на этой жизни, ВУЗы, наушечные центры, колледжи и так далее. Вид инструктуризации этой субъекции, либо некоммерческое партнерство, либо что лучше потребительство общества, у нас в группе есть модератного стандартного проекта, который, как и всякие тренды с Казахстаном, продвигал работу в Казахстане, сейчас в Казахстане, сейчас в Казахстане. И если, как бы такой вот, в общей конфигурации, это вот наши все субъекты образовательной инфрационной деятельности, это элемент инфраструктуры, это офис, который включает нас, это учебный западный академий проект, он прорабатывался теми новым образом нами, могу отдельно сказать, это, соответственно, региональные молодежные организации молодые профессионалы, и, в общем, ну еще ряд моментов, то есть вот такого рода реактивная структура, как мы считаем, должна представить из себя по понятию как университетский, там классный центр, национально-технологические инициативы в регионе, поскольку по отдельности те или иные структуры не в состоянии это решить, но по слайдам здесь вот все это было более детально просто прописано как раз с точки зрения места и учебного завода, и, опять-таки, тех, кто инфрационной структурой, что есть, и вот как раз управляющей компанией, которая позволяет, может нам позволить как раз организовать непрерывный цикл как не охрана, так и уже, так сказать, мастеризации инфрационной деятельности. Все ее функции будут прописаны, но это было отчасти результатом обсуждения после форс-форта, когда я бы некоторых участников не понимал, некоторые идеи, наверное, были озвучены, как субъективированные, принятые, творческие осмысленные для решений. До сих пор это было так. Пожалуйста. Спасибо большое. Ваши вопросы. Если я правильно понимаю, то проект о том, как спустите себя в конспекцию, когда определенная команда будет прийти. То есть я не так понял, но, если правильно, то в кроватах, то есть сколько на поле, откуда на поле, по вашему персоналу сколько и сколько будет делать сделано. Так, а проекты вам нравятся, да? Первый проход, который вы делали в прошлом году, с августа месяца, это на самом деле Башкирскую технологическую инициативу. Прочисто обшественные проекты собирались с группами, каждую неделю обсуждали, и день и по у проекту появился. Потом у нас сложился направительство, и сейчас уже в определенной степени институализированы некоторые направления этих проектов, как в том числе на базовом уровне. Так вот, университетный период Катастана, как концепция, да? Учебный завод, как концепция, центр управления компанией, как центр трансфера, да? То есть эти вещи уже сейчас приняты за некоторую основу, от работы и стратегических исследований. Учебный завод, как концепция. То есть есть базовые такие выпрухненные проекты, по которым идут есть конкретные проекты, которые уже лидируются в рамках, там как создать тот же самый учебный завод, и прочее. Ну, естественно, что низовые проекты, по адресам МТИ, они есть, и они через учебное заведение попадают. Вот, если позволите, мой вопрос с западом коллегой. С точки зрения Воронки, если говорить о неком технологичном транспорте, да, через создание зоописуса, то вот та самая Воронка, по тем самым драйверам, предпринимательным отношениям, которые вообще это будут делать, от неопекали. Вот. Очень-очень важный вопрос. Спасибо. 10 объектов у нас есть, и серийный технологический предприниматель. У нас тут немного, но сейчас, которую заявку мы выбрали, в определенное количество, сейчас снимается на работу. Непотряслено, правда, через сеть университетов, пропускание, тем таки идеи дальнейших проектов и коммерциализации, достаточно затруднительный процесс, и он идет с переменным спектром, буквально в единичных объект случаях. Как раз о создании вот такой единой сетевой структуры, объединяющей, ну, лучше всего потребительство общества, там другой способ, как бы упрощение транспорта, не знаете, практически, да, по крайней мере, на уровне некой коммуникации, которая появляется, в отличие от того, что есть сейчас, и запуска молодежного общественного движения, молодых персоналов, когда мы сквозь корпус-структуру вытягиваем людей в группы и позволили их, в общем-то, уже отдельно с ними работать. То есть мы как бы инсорс такое делаем в рамках всего нашего комплекса. Отдельные уже втеленные функции за тех людей, которые будут, ну, их чаще всего тянут назад в проекте, мы этих людей просеиваем, выясняем, что там не есть, и люди отделились, и не можем работать. Это сложно достаточно работать, но это нормально. определенная часть такой функции мы делали, поскольку большей части его действительно очень часто есть конкретные проекты. Спасибо большое. Итак, на продолжение нашего следующего проекта на полисе.